Всем привет, друзья! С вами Корвид, мы находимся в Крио Фолл. Игра вышла в релиз буквально вчера, по-моему. Игра вообще старая, то есть она достаточно давно уже присутствует на просторах интернета. Ее можно было скачать в всяких там ранних бетках, ранних альфах и так далее. Но именно на релизе она вышла вот буквально недавно. И ключик мне дали только именно на релизе. Поэтому мы сегодня будем ее смотреть. Я вообще в эту игру не играл. Я не видел даже ни одного видео по этой игре. Я примерно представляю, что она себе представляет. То есть это такой, ну, грубо говоря, кеплер с мультиплеером, да. Я думаю, что игра будет интересна. По крайней мере, это игра из такого жанра, который мне очень нравится. Поэтому я и здесь и нахожусь. И мы будем на нее смотреть. Я сейчас, наверное, поразбираюсь пока в настройках. Потому что тут что-то прям вообще куча всего непонятного. И мы с вами уже начнем именно сам процесс игры. Так, друзья. Ну, создал я себе персонажа. Вот так вот он выглядит. Выбрал я официальный PvP-сервер. Почему именно PvP? Потому что хочется каких-то изюминок. На PvE будет немножко скучновато играть. Хоть я в эту игру играю в первый раз. Контента вообще не знаю. Что здесь нужно делать и как вообще не знаю. Но думаю, что на PvP все-таки будет немножко поинтереснее. Итак, давай смотреть, что у нас есть. Защита новичка у меня действует. Два часа. Понимаю. Хорошо. Так, снаряжение. Снаряжение. Понятно. Ничего у меня нет, кроме палок, которые я только что пособирал. И немножко камня. Хорошо. Крафтинг имеется. Каменный топор. Каменный нож. Каменная кирка. Деревянные доски. Веревка. Простой набор инструментов. В общем, сейчас будем что-то крафтить по-любому. Костерецкий у нас есть. Для питания, да. Производства, хранения. Это пока мне все недоступно. Другой еще. Могу спальный мешок сделать. Хорошо. Дальше что у нас есть? Пока не открыли ни одного навыка. Навыки, видимо, да, какие-то? Да. Технологии. То есть можно что-то... Ой, тут даже... Тут даже несколько рангов. Прикольно. Хорошо. Это у нас квесты. А, ну то есть есть какие-то основные квесты, которые надо выполнять. Понятно. Ачивки. Карта. Игроки. Кстати, сколько тут игроков? Онлайн 11. Понятно. Хорошо. Хорошо. Дипломатия. Это типа кланы, которые на этом сервере, я так понимаю. Ладно, будем со всем этим делом разбираться. Вначале давай что-нибудь скрафтим. То есть мне явно нужны какие-то резы. Вот типа трава. Эти кустики не добываются. Этот кустик я добыть могу. Причем я могу возле него бегать, пока я его добываю. Это хорошо. Для кирки... Опа, там какая-то змея. Что-то мне не особо хочется с ней связываться. Добудем еще немного ягодок. А, у меня еще есть пища и вода. Хм. Так, это все собираем. Карта у нас открывается по мере того, как я... Это что такое? Это курица. Курица, я думаю, мне особо проблем не достает. У, черепаха есть. Нифига себе. Причем прикольно так сделано. Прикольно нарисовано. Черепаха. Кабанчик. Я надеюсь... Вот этот, видимо, агрессивный. А вот этот не знаю. Агрессивный он или нет. Но мне подходить к нему чуть не особо пока хочется. Пока у меня нету ни топора, ни кирки, ничего такого. Драться мне с ним не особо хочется. Так, ну хорошо. Я пособирал какое-то количество резов. Давай посмотрим, что у меня по крафту сейчас доступно. Мне нужна веревка. Делается она из волокон. Теперь, это что такое? А, это оранжевые ягоды, да? Которые я нашел в кустиках. Вы это не пробовали, написано. То есть, по всей видимости, я не знаю, что будет, если я их съем, да? А как их вообще съесть? Быстро использовать. А, через альт, да, я могу покушать? Употреблено впервые. А, ну он дает чуть-чуть пищи и чуть-чуть воды эти ягоды. А, ну в принципе, для начального этапа почему нет? Делаем каменный топорик. Ставим его во второй слот. Делаем каменный нож. А, копья нет у меня, да? Блин, только каменный нож есть. Здесь везде нужна веревка. Давай сделаем тогда несколько веревок. А, я могу только одну сделать, да? У меня не так много. Ладно, давай хотя бы одну сделаем. Одну веревку давай замутим. Сделаем ножик. Так, у нас, видимо, топору можно только рубить. Обороняться им не получится. А вот каменным ножом, примитивным, уже можно драться. Хочу, хочу, хочу. Так же, да, это все у нас работает? Не знаю, мировые события какие-то тут происходят. Так, собираем змея. Ну-ка, попробуем ее убить. Не знаю, что из этого получится. О, ну, в принципе, добили. Кабанчик на меня тоже нападает. Тоже что-то ему от меня нужно. А, он меня добьет. Нет, не добил. Хорошо. Вопрос теперь. Как мне восстановить? У меня здоровье уменьшается. У меня что? У меня токсины какие-то. Ёлки-матриолки. Так меня убьют сейчас. Я сейчас просто умру, да и все. А мне, а мне даже... А у меня есть что-то? Кожа, животный жир, красная трава, сырое мясо. Токсин, блин. Нет, 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 нет. Только не умирай, пожалуйста. 5 хп осталось. Ну, это все. Это конец. Это конец. По-любому просто конец. Навыки, технологии. Защита. А-а-а! Вы потеряли свои вещи. А-а-а... В мире. Ладно. Где я оказался? А, ну я, в принципе, оказался рядышком. Я могу за своим лутом сбегать. Если меня, правда, никто не убьет. Так, ну хорошо. Первая смерть. Мы нашли кучу камней. Я нашел ее впервые. Мне об этом игра сигнализирует. Пока будем идти, как раз пособираем всякие нужные ресурсы. Куча деревьев, смотри, валяется. Офигенно. Есть какие-то грибочки, которые, я думаю, что надо пожарить, прежде чем скушать. Так. Ну, конечно, радует то, что я заспаунился рядом. А тут, смотри, какие-то синие ягоды. Или что это? Синие цветочки? Синие ягоды. Нефтянка какая-то. Так. Все это собираем. Хорошо. А это тоже собираем. Это тоже собираем. А на карте как-то показывается, где я умер или нет? Так. Какая-то красная трава тоже, да? Камень. Куча-куча камней. Это что такое? Это никак не юзабельно. Так. Я умер, по-моему, где-то вот в этой области. О, это что такое? Ты кто такой? Тебя можно кушать? Я надеюсь, можно. Какие-то светящиеся ягоды. Может быть, из них делается какой-то факел. Может быть. А может быть и нет. Паук. Да, вот. Меня здесь убили. Собираем весь лутецкий. Взять. Все. Теперь давай посмотрим, что у меня там имеется. Значит, со сырой мясо у меня есть. Похоже на какое-то желе. Каменный нож. Так. Каменный нож ставим и топырик сюда ставим. Это что такое? Водянка. А. То есть здесь можно воду поиметь. Вы это не пробовали. Несъедобный фрукт. А. То есть это все можно, в принципе, кушать. Можно съесть сырым, жареным или в составе рагу. Он гораздо вкуснее. Так. Через альт, да? Можно это все дело покушать. Водички тоже немножко восполнить. Кофейные ягоды были это. Животный жир. А мясо бы пожарить. А. Костерецкий нужен. Костерецкий я, кстати, возможно, могу сделать. Давай где-нибудь здесь, наверное, обоснуем первую базу. Почему нет? Тут, в принципе, есть везде дерево. Я видел здесь камень. Можно будет пойти потом на кого-нибудь поохотиться. Вот, правда, по здоровью, конечно, проблема. Ну, да ладно. Так. Крафт. Костер. Костер. Чтобы построить нужно... А, набор инструментов мне нужен. Да, вот этот. Мне нужна веревка. Давай создадим сколько? Две. Две я могу сделать веревки. Из них как раз сделаем инструменты из одной. А одну пока оставим. Далее. Берем строительство. И... Так, подожди. Мне, видимо, нужно взять набор инструментов в руки. Или как это работает? Четверочку нажимаем. Крафт. Вот, да. То есть мне надо взять инструменты в руки. Теперь скрафтить. Все. Костерецкий ставится сразу. То есть никакого времени для него не нужно. Использовать. Топливо. Давай пожарим мясо. Топливо от дерева. Так. Все. Я жарю мясо на палке. Какое-то мясо на палке. Окей. И можно будет еще грибы тогда тоже тут пожарить. Жарится, кстати, долго. То есть не быстро. Давай возьмем топорик. Попробуем срубить вот эту... Опа, подожди. Не хочу я туда идти. Не хочу. Ёлку. Как это? Ага. Вот так вот можно ее срубить. Что из нее выпадет? Вопрос. Пять бревен и две ветки выпало. Здесь я собираю только ветки. А с деревьев я собираю и бревна. И ветки. Но это нам в любом случае понадобится. Как минимум для костра. Там было две курицы. Которые я могу в принципе... На которые я могу в принципе поохотиться. Да? И забрать с них мясцо. Применить подходящее. Так, все. Мясо забираем. Мясо кушаем через альт. Сколько оно, кстати, восстанавливает? Восемь. А че так мало? Воды тоже надо много. Так, пойдем за курицей. Курица была где-то внизу. Нападать на всяких ядовитых животных. Ну, которые типа точно ядовитые. Я больше не буду. Типа змеи, пауки. Ну и вон нафиг. На какого-нибудь кабанчика, курочку, оленя. Вот такое все. Нападать буду. Так, берем ножик. Где там была эта курица? Где-то... Я могу шифтовать. Выносли... Ага, выносливость тоже у меня имеется. Понял. То есть, судя по всему, я потом в будущем, наверное, буду бегать быстрее, чем бегаю сейчас. Не знаю, зачем мне нужны эти красные ветки. Может быть, из них делаются какие-нибудь бандажики. Так, тут тоже что-то интересно. Смотри, какой-то цветочек. Палка. Еще ягоды. Еда мне нужна, потому что с едой у меня проблема. И причем, видимо, проблема, потому что меня убили. Если я заново зареспаунился, и я спаунился не с полным хп и не с полными показателями еды и воды. А иначе просто бы... Ну, как бы все бы тогда просто умирали и просто бы заново спаунились. Это было бы... Это что такое? Еще какая-то трава. Очень много ингредиентов. Это меня радует. То есть, прям вообще... Куча всяких ягод, цветков, растительных. Очень много. Но вот единицы на курицы нету. Она была здесь. Может быть, она была еще ниже. Вот она, смотри, маленькая. Ну-ка, иди сюда, говно. Опа, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Туда я не пойду. Здесь, наверное, нужна лопата. Да. Такое выкопать я не смогу. Но вот есть какие-то фиолетовые ягоды еще. Тоже их покушаем. Кустики. Все это собираем. Кустики нам нужны. Из них можно будет добыть веревку сделать. Хорошо. Пока мне все нравится, ребят. Пока игра прям кайфовая. Не знаю, как будет потом. В дальнейшем. Может быть, в дальнейшем мне что-то очень сильно не понравится. И я как-то резко перестану в эту игру играть. Но пока меня все устраивает. Пока в целом все кайфово. Так. Опа. Нет, 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 нет. Уйди от меня. Уйди, уйди. А я могу от него сбежать? Да. О, я могу от него сбежать. И, кстати, он достаточно быстро от меня отстает. То есть, если выносливость есть, то можно в целом бегать. Достаточно быстро. Но вот к этому кабану я бы... Ааа. Вот этот кабан прям быстрый. Слушай. Уйди от меня. Все. Отстал. Так, курица была и черепаха еще была. Но вот я не знаю, смогу ли я черепаху убить. Курицу надо подвезти к воде. Да, она у нас плавать не умеет. Собираем добычу. Но черепаху все равно я попробую сейчас все-таки убить. Она в любом случае медленная. Ага, все. Добиваем. Она не агрессировала. Собираем мясцо. Жир. Попробуем убить. Звездочку морскую. Впервые убито. Так. Грибы давай пособираем. Тоже пожарим. Я надеюсь, что вот эти грибы кушать можно. Пойдем, наверное, сейчас что-нибудь пожарим. Посмотрим, что у меня вообще сейчас по ресам. Что я насобирал. Очень много кустиков. Очень много кустиков. Это хорошо. Так, волк. Я пока на тебя лезть не буду, братец. Ты тоже ко мне не лезь. Грибочки жареные. Да, есть вот два мяса. А допустим, если я вот так сделаю. Жареные грибы все равно жарятся. Да? Посмотрим рецептов. Жареные грибы. Рагу нету. Это, видимо, надо... А, тут даже надо воду кипятить. Да ладно? Прикольно. Так, есть, смотри, у меня несколько трав, которые надо почитать, что дают. Есть жареные грибы. Есть пепел. Пепел пока... Ну, пускай просто так лежит. Кожа есть какая-то, да? Жир есть. А жир... Жир не кушается. Применяется при готовке пищи и в производстве. Хорошо. Водянку тогда мы вот эту выпиваем. Фиолетовые ягоды кушаем. Слизь есть какая-то. Фу. Пускай просто так лежит. Химический токсин. Это, видимо, выпал из змеи. Вот. Значит... Отмена. Ну, там сейчас у нас жарятся грибы. Долго как-то жарятся. Ладно. Так. Медицинская задержка. 5 секунд. Снимает эффект. Вот. Смотри, у нас фиолетовая трава. Снимает эффект токсинов и радиационного поражения. Красная трава прилив энергии дает, но дает плюс 10 к токсинам. И вот. У нас зеленая трава может нас отхилить. Да. Она нас отхиливает. Отлично. То есть мне нужно большое количество зеленой травы. Вполне возможно, что из нее потом можно будет делать какие-то препараты. Так. Что по технологиям? Я могу вообще что-то сейчас изучить? Вот, допустим, готовка. Очки технологии. О, у меня есть, кстати, очки технологии. Я могу кухонный стол себе замудрить. Но, наверное, лучше сначала сделать строительство какое-то, да? Точка контроля. Это, по всей видимости, какой-то, ну, типа как флаг. Как в скаме. Водосборник, базовые постройки, деревянная стена, деревянный пол, деревянная дверь. А есть тут какой-то замок, чтобы как-то обезопасить свой дом? Вот это тоже интересный вопрос. Тут производство, тут защита, тут фермерство. Это мне пока не надо. Атака. Ну, тут у нас огнестрельная. А какие-нибудь копии вот это вот все есть? Я не вижу, кстати, тут такого. Копий никаких я не вижу здесь. Стоимость исследования 50 очков. Нет. Видимо, нету. Ладно. Защита. Тканевая броня. Плетеная броня. Нитки есть. Я думаю, что стоит начинать с строительства. Все-таки нужен какой-то дом. Точка контроля. Требует деревянной доски. Камень. Давай, наверное, да, изучим точки контроля. У меня 9 очков осталось. За любую осмысленную деятельность. А, ну это как в полеоне. То есть, что бы мы не делали, нам за это дают какие-то очки исследования. Настройки надо постоянно менять. То есть, постоянно надо переключать рецепты. Но это, в принципе, логично. Достаточно сделано. Жареные грибы нам дают плюс 7 к еде. И не уменьшают расход воды или хп. Поэтому это мы кушаем. Режим неактивности. Похоже, вы были неактивны некоторое время. Жажда и голод приостановлены. О, это спасибо большое, что тут такое есть. Так, ну хорошо. Значит, доски, да, давай попробуем скрафтить. Нам за это за все, по всей видимости, дают, да? То есть, если я даже что-то крафчу, мне за это дают очки вот эти технологии. Смотри, у меня сейчас 9. Видите, если я скрафчу, например, доски. 5 досок. Вот, например, я скрафтил. Мне дали очки технологии? Нет. За это мне очки технологии не дают. Что по строительству? Костер, спальный мешок. Вот, точка контроля. 100 досок надо. Ну, в принципе, 100 досок, наверное, не особо прям так долго делать. Спальный мешок можно сделать. Типа, чтобы, если что, возможно, тут заспауниться, использовать. Это ваша постель. Все. Давай тогда нарубим кучу досок. Сделаем точку контроля. Пока я думаю, что я буду эти доски рубить. Пока. А тут, кстати, нефть, смотри, есть рядышком. Но я думаю, что сейчас мне нефть точно не понадобится. Типа, 100%. Собрать ресурсы. Готово, да? Получить. А, вот, смотри, мне за квесты дают очки технологии. 10 очков я получил. Веревка, каменный топор. Получить. Субедерево. Получить. Кирка. Простой набор инструментов. Костер получить. Пищу получить. Ой, сколько мне понадавали очков технологии-то, да? Каменная кирка мне теперь нужна. Крафт. Каменная кирка. Крафтим. Есть контакт. Сюда ставим. Давай вот так сделаем. Получить. Окей. Скалистые горы посетить. Добыть любые минералы. Добыть камень. Но это именно уже связано с киркой. Видишь? То есть я, по сути, выполнил все базовые функции, связанные с топором и с обычным собирательством. А теперь мне надо выполнять какие-то функции, которые связаны с камнем и с другими минералами. Мне надо попасть вот сюда. Прыгать я не могу. То есть персонаж не прыгает. Запрыгнуть на эту территорию я не могу. И я не видел, кстати... А, вон есть, по-моему, вход. Давай сходим, чтобы тоже как-то немножко прокачаться. Плюс пособираем тут всякие ресы. Я так понимаю, что они постоянно как-то спаунятся. Возможно, даже как-то рандомно. Не знаю. Но я тут вроде бы пробегал и все. Вот это добро собирал уже. Так. Там вон есть какой-то... Не знаю, кто это. Какая-то оздоровенная ящерица. Которая ящерица-броненосец. Ну вот, я зашел на эту территорию. Окей. Скалистые горы посетить. Но я вроде бы на этой территории. Вот есть какие-то минералы, которые я могу попробовать добыть. Да, мне дали какую-то руду и камень. Хорошо. У нас снова ночь. В принципе, день и ночь... Ну, я бы не сказал, что прям быстро сменяются. Но радует то, что ночь тут, в принципе, не такая уж темная. Тем более, есть факел. То есть, можно, если что, что-то подсветить. Тоже какие-то штуки собираем. Это кто? Это гиена. Это у нас гиена. Ладно. Пойдем обратно к базе. Я думаю, что стоит нас собирать тогда побольше дерева. Так. А за ачивки мне что-нибудь дают? Вот здесь вот. Принять. Да, смотри. Мне еще и за ачивки дают очки технологии. Слушай, как интересно. Добыча. Есть контакт. Сколько у меня... Ладно, давай сейчас вернемся на базу. Посмотрим, что у меня там по очкам технологий. Так, 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 так. База... Вон она, да. А база у нас отмечается спальником, который я там поставил неподалеку. Ну, вот, кстати, выносливость... О, тихо, не подходи ко мне, братец. Я не хочу с тобой иметь ничего общего. Ты мне неинтересен. Вон она стоит, кабанчик. Так, миско. Оно, кстати, пропадает. Да, оно пропадает. Прикольно. И здесь мне еще уголь падает. То есть не только пепел, но еще и уголь падает. Применить подходящий рецепт. Это что у нас такое? Это юка. О, юку я помню. Юка была у нас... Где? Правильно. В Stranded Deep у нас была юка. Она дает нам три к еде. Мы ее сразу захаваем. Медная руда. Можно выплавить чистую медь. Железная руда. Можно выплавить чистое железо. То есть у нас есть железная руда, есть медная руда. Хорошо. В принципе, все остальное нам пока не нужно. А, ну вот единственное, жареные грибы я еще захаваю полностью, да. И я захаваю еще полностью мясо, когда оно приготовится. Но вот с мясом, кстати, проблема в том, что оно дает жажду. То есть, по идее, лучше всего кушать грибы. Лучше всего, наверное, из этого что-то готовить, типа рагу. Но вот так вот на начальном этапе, судя по всему, лучше всего кушать именно грибы. Так, значит, другое питание. Технологии, да, давай смотреть дальше. Есть базовые постройки. Вот мы их тоже изучим. Дверь изучим. Это у нас что, деревянный ящик? Ну, наверное, тоже стоит изучить. 10, в принципе, технологий у меня есть. Водосборник изучить. Масляная лампа. Испаритель. Это пока трогать не будем. Все. Здесь пока я оставлю. Производство. Верстак изучить. Выплавку пока трогать не буду. Готовку. Кухонный стол. Вот здесь уже, видимо, будет что-то у нас интересное. Кухонный стол я тоже сделаю. Защиту. Нитки я изучу. Тканевую броню я изучу. Это что такое? Клей. Клей не буду изучать. Фермерство не буду пока изучать. Атаку. Ну, наверное, тоже. Почему нету какого-то лука? Ну, типа, какое-нибудь базовое снаряжение для защиты. Камон. Почему его здесь нету? Это странно. А, может быть, где-то на верстаках это просто так можно сделать. Даже без какого-то изучения. Вот это, кстати, как вариант. Возможно. Мясо хаваем. Мясо захавали. Так, у меня проблема есть небольшая с водой. Давай смотреть, что у нас по крафтингу, да? То есть мне будут нужны доски по-любому. А, тут из одного бревна, смотри, сколько досок делается. Так я могу уже сделать, получается, кучу-кучу-кучу. Но это, наверное, время займет. А, ну, хотя не так уж как бы долго. А есть вес у персонажа. Я вот не вижу, чтобы вес был. Походу, веса у меня нет. То есть я могу таскать с собой бесконечное количество ресурсов. Нашний вид изменить могу. Факел, я так... А, факел, кстати, расходуется. Факел расходуется. Так, ну, чтобы воду, видимо, отсюда вода быть, мне, наверное, что-то нужно. Типа бурдюк. Краб, ты агрессивный? Ты агрессивный, да? А, я могу его кайтить. То есть могу бить вот так вот, как бы, немножко издалека его. Хорошо. Это радует. Собираем. Немножко что-нибудь поедись. Опа, черепаха есть. Вот давай черепаху мы сейчас взобьем. Оп, 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 оп. Хорошо. Черепаху тоже соберем. Из этого сделаем мясцо. Водичка, я надеюсь, там выросла у нас. Там вон еще и звездочка. Ну, да ладно. Пойдем посмотрим. Да, смотри, вот здесь у нас водичка появилась. По-моему, я ее здесь собирал. А здесь не появилось, кстати. Вот тут нету водички. И тут нету водички. Хм. Ладно. Так, переходим к Костерецке. Это я выпиваю. Одно мясо только, да, я собрал. Печально. Печально, но... Что не сделаешь? А как разделить эти ветки? А, вот так, может, через контрол можно закидывать небольшое количество сюда веточек. Так, далее, далее, далее. Строительство, да? Производство, хранилище, другое. Подожди, точка контроля. Защищает вашу базу, не позволяя другим игрокам строить или разбирать что-либо на выделенной территории. Вот, это то, о чем я говорил. Это как, условно, флаг в скаме. То есть, ты строишь. Да, вот у тебя появляется территория. Слишком далеко. А, вот здесь могу поставить. Ну, отлично. В принципе, как раз будет моя первая база такая. Достаточно удобная. Заброшенные подстройки со временем ветшают, а затем исчезают, чтобы не загромождать карту. Эта подстройка зоны контроля начнет портиться через 4 дня. После этого она будет портиться в течение 24 часов. Таймер уничтожения, чтобы увеличить задержку ветшания, улучшив любую точку контроля для более высокого уровня. Так, понятно. Хорошо, я понял все это. Значит, здесь у нас точка сейф есть. Применты в себе доступны из всех точек контроля этой базы. Нельзя использовать точку контроля. Щит есть какой-то. Электросеть. Ветшание владельца. Владелец я. Окей. Так, далее. Строительство также смотрим. Строение. Вот, деревянный пол. Деревянная стена. А, значит, деревянная дверь, деревянная стена. Вот, мне интересно, стена. Как-то вот тут вот как-нибудь закрыть бы себя. Может, не особо на большую область. Ага, настроиться. Почему? А, там, там этот, господи, там кустик маленький. Костерецкий. Блин, так как-то тебя неудобно. А, как тебя... А, я могу переместить. О, удобно. Слушай, хорошо. А это, наверное, я могу сломать. Да, с помощью топора. Это мы давай сейчас сломаем. Чтобы сделать территорию себе более-менее подходящую. Так, хорошо. Это тоже соберем. Это тоже соберем. Крыши, я так понимаю, нет. Есть только пол, стена. И, соответственно, дверь. Я буду небольшой делать домик. То есть, вот такой вот. Вот это, ну, такой, типа, первый мой базовый будет домик. Дверь я сделаю сверху, пускай будет строительство, деревянная дверь, чертеж. Вот как-то так. Теперь, мне это нужно построить. Для этого мне нужна куча досок. Поэтому, что мы делаем? Мы идем еще пару деревьев, наверное, пару-тройку деревьев срубим. Но пока я буду рубить, я поставлю, чтобы у меня крафтились доски. А, у меня, кстати, бревен немного. У меня почти все бревна закончились. Да, это, конечно, печально. Пять бревен с дерева падает. Посетить скалистые горы, добыть любые минералы, добыть камень. Ну, камень я добыть здесь могу. В принципе, до минералов я могу смотаться. Это не слишком так и далеко. Защиту новичка дают на полтора часа. Видимо, для того, чтобы я успел за это время построить себе какой-то дом. Чтобы меня не смогли зарейдить, ну, хотя бы какие-то такие же нубасы, как и я. То есть, понятное дело, что какой-нибудь уже прокачанный игрок сможет мой дом зарейдить. Но какой смысл ему это делать? То есть, просто тратить ресурсы на это дело, чтобы не получить условно ничего. Там какие-то бревна до деревяшки. Я думаю, что игрокам это особо не нужно. 140 я получу. С этого отдела досок. Разобрать. Так, подожди, инструменты берем. Вот, построить. Так, одна стена готова. И вот таким образом мы строим, получается, все вот эти стены. То есть, тратим достаточно много дерева на все это дело. И возводим стену. Ну, это типа такое. Это прям сам вообще максимально... Минимальная защита. Но это хоть что-то. Я почему-то все боюсь, что сейчас кто-то на карте появится. Насчет меня рейдить. А я даже еще и не построил базу. Интересно, а врагам будет видно, что находится на территории? Наверное, нет. Но это было бы, наверное, нелогично, если бы они видели, что находится за стеной. Еще не заметил. А, там были, да, есть вот очки навыков. Но тут почему-то ничего нету. Откроется методически, когда вы получаете достаточно опыт из определенных действий. Да, то есть, вполне возможно, что если я буду долго что-то графтить или долго что-то строить, то мне за это все-таки какие-то очки навыков будут капать. И со временем я буду быстрее строить, быстрее собирать ресурсы и все-все-все вот это остальное. Ну вот, кстати, играется достаточно удобно. То есть, ну как сказать, игра такая, типа, интуитивно понятная. Особо думать здесь не нужно, где там это сделать, где то сделать. И радует еще то, что здесь достаточно быстрая постройка всего. Хотя, может быть, это такой сервер, я не знаю. Здесь, по-моему, был сервер, ну, у него есть русская комьюнити, я так понял, в Дискорде. Блин, почти, почти, прикинь, чуть-чуть не хватило. У этого сервера есть русскоязычная комьюнити в Дискорде. И этот сервер, по-моему, с модами. Вот, я не знаю, насколько это хорошо или плохо. Но там не особо большой выбор был с PvP с серверами. Так, это мы тоже все собираем. Если, кстати, кто-то, ребят, в эту игру играет, то, в принципе, пишите об этом в комменты. Может, как-то вместе скооперируемся. Так, хорошо. Возвращаем... А, подожди, возвращаемся. Надо же скрафтить, правильно? Надо скрафтить кучу досок сначала. Я думаю, что мне доски в будущем пригодятся. Там еще ящик надо будет делать какой-то. Полы еще делать тоже надо будет. Поэтому я думаю, что доски мне еще пригодятся. Поэтому то, что я их сделаю там на какое-то количество больше, я думаю, ничего страшного. Так, и дверь. Тут уже камень нужен. Камень и доски. Мне вроде бы хватает. И камень есть, и доски есть. Все. То есть, по идее, деревянная дверь для владельцев или хозяев зоны контроля. Открыто, открыто для всех. Да, все, смотри. То есть, сейчас у меня дверь открыта для владельцев или хозяев зоны контроля. То есть, чисто для меня. Я, получается, подхожу, дверь открывается, да? Все, я отхожу, дверь закрыта. Ее можно только, видимо, сломать. Как-то так это работает. Так, а что у меня там еще было? Я еще что-то изучал. Ну, деревянный пол, как бы, понятное дело, да? Требуется... А я не понимаю, типа, одна доска требуется? Серьезно? Одна доска? То есть, чтобы сделать деревянный пол, мне нужна всего лишь одна доска? А, он сразу делается. Смотри, прикольно. То есть, тут у меня уже деревянный пол. На тебе все, тебе красиво. Пожалуйста. Строительство, питание. Вот, питание, производство. Ну, тут, блин, еще много всего строят. Деревянный ящик тоже хотелось бы построить. Но я думаю, что этим всем я буду заниматься на следующем выпуске. И только при условии, ребят, что вы меня поддержите. Если это видео наберет 30 лайков и много будет комментов, вы попросите меня, чтобы я продолжил. Я с большим удовольствием продолжу. Потому что, как оказалось, это вполне себе годная выживалка с приятной графикой, с приятной анимацией, с приятным геймплеем, что удивительно. Поэтому я бы очень хотел, на самом деле, продолжить и посмотреть, что здесь будет. С вами был Корвид. Всем удачи и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова